Привет всем, меня зовут Настя. Я хочу вам показать, как из самых обычных предметов можно сделать ёлочные игрушки. А в преддверии Нового года самое время начать украшать ёлку. А мы начнём с моего люб... Вы слышите? Что это? Что-то летит! Ой, что это такое? Привет! Меня зовут Зос. Я прилетела из далёкой планеты Поделкино. Прилетела сюда к вам, чтобы подпитаться фантазией, которую мы едим. А вы тут что, поделками занимаетесь? Да, мы показываем ребятам, как делать ёлочные украшения из шариков и салфеток. Как здорово! А можно я приму участие? Держи! Ой, спасибо! Ммм, оп! Ммм, оп! Ммм, оп! Ммм, оп! Ммм, оп! Ммм, оп! Какая сочная фантазия получилась! Субтитры создавал DimaTorzok Ммм, какая вкуснятина, то есть я хотела сказать красота Минуточку, а все я правильно запомнил Нам понадобится клей ПВА, обычный елочный шарик, губка, акриловые краски, ножницы и салфетки Ой, Зус, ты куда собрался? Ой, мне срочно нужно сделать кучу таких елочных шариков Ты что, забыл, что сейчас самое время попрощаться с ребятами? Пока, ребята! Пока, ребята! Удачных вам поделок! Пока, Зус! Пока! Всем привет! С вами Катя! И сегодня я вам покажу, как сделать офигенные подарки Вы наверняка задумались, что же подарить своим родным, друзьям, если так мало времени осталось Я вам подскажу, у всех дома есть старые носки, перчатки, кофты И сегодня с помощью этих кофт мы утеплим нашу кружку И с помощью специальных фломастеров разрисуем ее Итак, сегодня мы сделаем вот такие вот кружки Что нам понадобится? Конечно же, сами кружки Раз! Далее, чем мы будем утеплять? Я буду утеплять перчатками, которые мне малы И святырок Также нам понадобятся нитки, ножницы, конечно же И давайте приступим Сначала я сделаю вот такую вот розовую кружку Для этого я возьму кружку, розовую перчатку, белые нитки, иголку и разные ножницы На этой перчатке уже есть украшения, так что мне не придется делать их самой Одеваю, чтобы большой палец был на ручке Готово! Теперь я должна сделать здесь разрез Нам придется отрезать эти чудесные пальчики Ха-ха-ха! Первый, второй, третий, четвертый И теперь прорезаем здесь Но учтите, что большой палец отрезать не надо Мы его спрячем Полностью засовываем его Теперь мне осталось только сделать здесь небольшой разрез Готово! Теперь осталось зашить эту дырку Беру белые нитки, делаю узелок Надеваем из-под перчатки Последний штрих Я хочу наклеить вот сюда глазки Я возьму розовые глазки и двухсторонний скотч Вот так Вот я наделала свою глазастую кружку Теперь сделаем из второй перчатки Для этого мне понадобится белая перчатка Одеваю, чтобы большой палец был вот здесь Ям, привет! Вот что значит перчатка мала Наконец-то я нацепила ее Давайте сейчас сделаем носик Но учтите, нам придется отрезать большой палец Полностью Теперь осталось зашить эту дырку И теперь закрепляем Лучше всего два раза, чтобы было покрепче Отрезаем ниточку И вот у нас уже нету дырки Теперь отрежем щупальцы И теперь можно здесь немножко подровнять Это нужно для того, чтобы наша кружка стояла хорошо Готово! Осталось только приделать глазки Возьму двухсторонний скотч Приляпаю на глазик И приклею Вот мой носатик готов Давайте приступим к последней Но ее я буду делать не из перчатки А из обычной кофты Точнее из ее рукава Беру кружку, кладу И плюс два сантиметра Для того, чтобы сделать небольшой воротничок Отрезаем Одеваем Но так, чтобы шов был на ручке Теперь я сделаю здесь небольшой прорез Но будьте осторожны Потому что резать надо только по шву А не то наша кофточка просто развалится Готово! Теперь таким же образом зашиваю Не забывайте подтягивать Готово! Все! Больше мне нитка с иголкой не понадобится Далее берем лишнее и подворачиваем внутрь Таким образом у нас получается небольшой воротничок И теперь давайте украсим нашу кружку Я возьму звездочки, которые я вырезала с гирляндочки И маленькие квадратики двухстороннего скотча Наклею вот сюда И так можно сделать абсолютно любой узор Можно приклеить бусинки, ниточки, картинки Можно их, конечно, и наклеить Здесь работает ваша фантазия Вот мы и украсили вот эту кружку А к розовенькой можно добавить вот такие вот бусинки Будет как корона Каким же образом пришиваем? Берем и последние вот эти две бусинки пришиваем Беру вторую сторону и пришиваю этой же ниткой Все, у меня получилась вот такая вот принцесса А сейчас мы с вами разрисуем вот такие вот обычные белые и скучные кружки Что нам для этого понадобится? Специальные маркеры по стеклу с краской Блестки, клей, ручка под названием паутинка и, возможно, краски Я возьму зеленый маркер и начну На одну из кружек я нарисую елочку и снеговика И небольшое новогоднее пожелание Пока моя елочка сохнет, я нарисую снеговика Возьму белый маркер и раскрашу его Вот я нарисовала основу снеговика Теперь я нарисую ведро, метенку и личико А тем временем моя елка уже совсем высохла Так что на ней можно нарисовать елочные игрушки Я возьму красный, нарисую, конечно же, звезду На елке можно нарисовать абсолютно любые украшения, какие вы только пожелаете Нарисуем гирлянду, можно украсить елку вот такими вот блестками Главное не переборщить Допустим звезду красной на елочных игрушках Также можно украсить снеговика Вот и готово, теперь осталось написать только с новым годом Все, моя кружка готова На второй кружке я нарисую обезьяну, так как следующий год обезьяны И напишу надписи зеленым цветом Я в слове счастье допустила ошибку Дописала, но получилось некрасиво Эти маркеры можно стереть жидкостью для снятия лака И записи как не бывало Можно написать заново Таким образом можно делать каждый день новую кружку Такие вот кружки у меня получились Так что пишите мне в комментариях, какие подарки сделаете вы Давайте обменимся идеями С наступающим Новым Годом! Ура! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О, привет! Сегодня вам покажу, как сделать вот такую чудесную и очень сладкую елку Как известно, на Новый Год самый лучший подарок это сладкое Перед такой елкой не устоит ни один сладкоежка Эту елку можно сделать очень быстро и очень легко Ее можно подарить маме, папе, друзьям и учительнице Может она вам за это пятерку в четверти поставит Самое главное, что эту елку можно сделать из тех конфет, которые ты любишь больше всего Или сделать ассорти Прощай, елочка, я еще вернусь Ну а сейчас нам нужно сделать каркас для этой елки Нам понадобится ватман, степлер и карандаш Нам нужно нарисовать полукруг Стараясь захватить как можно больше места Вот я нарисовала одну половину Сейчас я нарисую вторую Наш каркас елки почти что готов Его осталось только вырезать и скрепить Теперь нам нужно сделать еще одну деталь Поставить посередине точку и еще раз по углам Соединить их и разрезать Так наш конус получится ровным Теперь складываем конус вот таким вот образом Далее берем степлер и скрепляем Вот, наш каркас готов Теперь нам осталось только украсить нашу елку Для этого нам понадобится мишуран Конфетки, степлер Двухсторонний скотч И возможно какие-нибудь бантики, снежиночки Чтобы украсить ее еще раз Берем мишуру И обматываем только низ нашей елки Вот таким вот образом Отмеряем сколько именно нам нужно И отрезаем Далее закрепляем Так, елка, я с тобой долго мучиться не буду Я хочу кое-что попробовать В принципе это, можно сказать, законченный колпак Но так как мы делаем елку Придется делать елку Так что берем конфету Двухсторонний скотч И клеим на заднюю часть конфеты Ну, где у нас будет задняя часть И приклеиваем конфету Я закончила первый ярус конфет Сейчас я буду делать второй ярус мишуры Ну вот Я наклеила двухсторонний скотч А теперь я приклею мишуру Вот мы и сделали второй ярус мишуры Сейчас нам нужно сделать второй ярус конфет Давайте приступим Только этот ярус будет не совсем обычный Я наклею сначала сверху конфеты А потом в промежутках еще снизу конфеты Та-та-дам! Вот моя елка почти готова Последние штрихи Берем проволоку Отрезаем И заматываем вот этот верх конфет А два конца, которые у меня остались Я просто закручу Беру бантик Сзади у него есть две такие как бы проволоки И вот так вот тоже закручу И с другой стороны И теперь самый главный момент Мы сделаем снежинки У меня есть пять снежинок Которые я вырезала из вот такого листа Алиса купила, конечно же, в магазине Сейчас продается очень много разных таких вещей Вот такие вот бантики, листочки Очень много всего И вот с такого листочка Такие снежинки И вот, сладкая елка готова Я сделала ее минут за 15 Так что пишите в комментариях Какие подарки будете делать вы Давайте обмениваться идеями Подписывайтесь на наш канал С вами была Катя Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Мягкий снеговик Вам понадобится Клей ПВА Вата Пуговицы Белый носок Фетровый лист И ножницы Берем носок Наполняем его ватой Первый шар Это его основа Чтобы снеговик был устойчив Нужно утрамбовать вату Прижав ее к столу Следующий шар Делаем поменьше Это будет голова С помощью клея ПВА Прикрепляем две черные пуговицы К верхнему шару У нас появились глаза Берем веревку И закрепляем промежуток Между двумя шарами Из фетра вырезаем нос В форме треугольника У нас получилась морковка И приклеиваем ее между пуговиц Верхнюю часть носка Надеваем на голову Придаем ей форму При желании шапочку Можно раскрасить Из фетра Вырезаем шарфик Фиксируем шарф На шее снеговика С помощью клея ПВА К нижнему шару Прикрепляем разноцветные пуговицы Снеговик готов! Снеговик из бутылки Вам понадобится Прозрачная пластиковая бутылка Вата Пуговицы Фетровый лист Моментальный клей И ножницы От рулона ваты Отрываем небольшие кусочки С таким расчетом Чтобы они пролезли В горлышко бутылки Кусочки ваты Сворачиваем в трубочки И проталкиваем в бутылку Наша задача Заполнить всю бутылку ватой Чтобы вата Опустилась на дно бутылки Можете встряхнуть ее Несколько раз Закрываем бутылку Моментальный клей Поможет нам сделать Из двух черных пуговиц Из фетра Вырезаем морковку И приклеиваем ее Между пуговиц Нам осталось сделать шарф Выберите любой цвет И вырежьте полоску шарфика Из длинной стороны листа Чтобы шарфик был веселее Делаем с каждой стороны Бахрому Закрепляем шарфик С помощью клея На шее снеговика А чтобы еще больше Украсить снеговика Подарим ему Несколько разноцветных пуговиц Снеговик готов Всем привет! Меня зовут Соня Сегодня я вам покажу Как можно сделать Вот эту вот Классную рамку Для фотографии Вы можете ее подарить Маме, сестре Или своей подруге На любой праздник Для этого понадобится Простая рамка Ленточка Две ниточки Кисти Вода И вот такие вот Пахнущие ленточки Вы можете их купить В любом магазине И когда вы сделаете Эту рамку У вас будет Очень вкусно пахнуть В комнате Нам понадобится Два цвета Желтый и зеленый Мы сделаем рамку Насыщенного Салатового цвета Вот мы покрасили рамку Сейчас мы будем ее Украшать Сначала делаем Завитушки Берете Ниточку И мы накручиваем Такой кружочек У вас должен получиться Вот такой вот кружочек Мы наносим клей И приклеиваем Делаем второй кружочек Как и делали первый И приклеиваем Мы сделали Нашу восьмерку Сейчас мы будем Украшать эту раму С помощью Красивых Лепестков Теперь нам надо Выбрать красные И зеленые Лепесточки Четыре зеленых И четыре Красных Зеленые Клеем На верхнюю часть Я хочу подарить Это маме Вот поэтому И напишу Слово Мама Беру Розовый цвет Кисточку И пишу Слово Мама Теперь мы Рисуем Сердечки Беру Оранжевый Цвет Сейчас мы будем Рисовать Цветочки Теперь Мы завязываем Пайн Вот наша Рамка Для фотографии Готова Ставьте лайки Оставляйте комментарии И подписывайтесь На канал Пока Пока Субтитры Редактор субтитров